Исторический центр нашего города за последние десятилетия изменился до неузнаваемости. Резные деревянные домики исчезли с узких улочек, а громоздкие, нелепые бетонные многоэтажки выросли, казалось бы, в самых неожиданных местах. Это, в частности, касается Советского района, ведь именно с него когда-то начиналась наша Рязань, такая, какой мы ее видим сегодня. Только вот интересных зданий, на которых хотелось бы взгляд остановить с каждым годом, становится все меньше. Вы знаете, вот у меня такое чувство, что вот если взять любого из нас с парашютом выбросить в какой-то город сверху, в новый район, человек сразу не определит, в каком он городе находится. Даже пусть он, может, был там в десятке городов, но он сразу не определит, где он, пока не увидит какое-то старое знакомое ему здание. Это говорит о чем? Это говорит о том, что стерта индивидуальность. Это как в фильме «Ирония судьбы», да, как шли там эти дома, нам маршировали по планете, так и здесь. Ну, надо же учитывать наши узкие улицы и эти огромные дома. Вот этот вот дом-монстр, я зову его, это дом подгорной свободы стал, этот огромный дом девятиэтажный, который все задавил, всю инфраструктуру, который, ну, не инфраструктуру, а микроклимат, который был вокруг него. Или огромное здание школы милиции на площади Ленина, зять Брежневу тогда сказал быть тут зданию, разрушен, весь вот эта вот вся историческая картина площади Ленина, ее теперь уже не восстановить никогда. И ведь некоторые, по всей видимости, наиболее интересные с точки зрения ведения бизнеса домики приводятся в нормальный вид. Их фасады на фоне железобетонных конструкций смотрятся наиболее выигрышно. Такую картину мы можем наблюдать, к примеру, на улицах Щедрина и Скморошинской. И это не может не радовать. Нужно сказать просто благодарность этим людям, которые так отреставрировали дом. Это вот просто питерский какой-то стиль, это выдержана там гамма цветов, все, что там внутри, я не знаю, но отреставрировано удивительно. И напротив тоже дом, который сейчас ушел в епархию в нашу, это был тоже дом одного из сыновей Петра Ананина. Вот, и в советские годы, в 40-е, 50-е, начало 60-х, там была аптека пятая. Вот, конечно, дом был жилой, убогий такой, коммунальный дом. Сейчас там тоже реставрация сделана, прекрасный внешний вид, замечательный. И, я хочу еще сказать, неплохо сделана реставрация дома Ажнина. Это по свободе 71. Это был удивительно резной дом. Такой же дом, но он сейчас, конечно, такой несчастненький. Это дом улицы Никольская, Павлова, дом 15, дом купцов Юкиных, он стоит. Но он такой, конечно, уже вот несчастненький. Но ведь вместо того, чтобы сжигать и сносить старинные постройки, каждая из которых, на секундочку, имеет интереснейшую историю. И ставить на их места магазинчики с пивом можно придумать им более интересное применение. Ведь наше городское руководство так трепетно относится к вопросу привлечения туристов. И все равно на каждый интерес есть свой противовес. И становится от этого как-то грустно. Продолжение следует...